Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире программа «Молодежный проспект» и я, ее ведущая, Марина Мисостишкова. Сегодня праздник, День защитников Отечества. И сегодня мы чествуем тех, кто завоевал ратную славу, тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня, 23 февраля, мы отмечаем 100-летний юбилей со дня создания рабочекрестьянской Красной Армии. Впоследствии этот день стал выходным, и сегодня мы празднуем его как День защитников Отечества. У солдата выходной, булгарицы в ряд, ярче солнечного дня, зодом горят. Часовые на посту, в городе весна проводилась товорот. Товарищ старшина, товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице. День улыбок, девичьи, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, вот для солдата главное, Чтобы его далекая, любимая ждала. А солдат попьет кваску, купит эскимо, Никуда не торопясь, выйдет из кино. Карусель его помчит, музыка из меня, И в запасе у него останется полдня, Останется полдня, идет солдат по городу, По незнакомой улице. И от улыбок, девичьи, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, Но для солдата главное, Чтобы его далекая, любимая ждала. Где любимая живет, липы шелестят, И садится в карусель, не ее солдат. Но другие ни к чему, все до того, Если только верно ждешь, Солдата своего, солдата своего, Идет солдат по городу. По незнакомой улице. И от улыбок, девичьи, Вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, Но для солдата главное, Чтобы его далекая, Любимая ждала. КОНЕЦ В рамках празднования Столетнего юбилея Красной Армии Прошли торжественные мероприятия, Посвященные этой дате. Это город-солдат. Это город-герой. Это наш Сталинград. Так назвали урок памяти 75-й годовщины К завершению Сталинградской битвы В Национальной библиотеке имени Мальбахова. КОНЕЦ 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 Есть в календаре такие даты, КОНЕЦ 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 Одна из них – Сталинградская битва, Продолжавшаяся с 17 июля 1942 года По 2 февраля 1943 года. По времени она явилась самой продолжительной В ходе Великой Отечественной войны. Битва, подобно которой не знала история войн. Сталинград – душа нашей победы, У стен которых в годы Великой Отечественной войны Решалась судьба человечества. Наш народ и его славная армия Спасли от фашистских варваров. 2 февраля – День воинской славы России. В эти дни вся страна торжественно отмечает 75-летие победы в этой Великой Битве. Сохранить память о ней – наша святая обязанность. Мы помним Сталинград, мы гордимся его героями. Эту встречу, посвященную 75-летию со дня окончания Сталинградской битвы, Мы назвали «Это город-солдат, это город-герой, это наш Сталинград». Слово «Сталинград» стало именем нарицательным и является знаком победы над фашизмом. Советская армия разгромила армию Германии и ее союзников. В результате этого произошел коренной перелом в ходе войны. Наши войска до этого отступали, а теперь перешли в решительное наступление. В генеральном плане Гитлера было записано, что немцы должны разгромить русских. Как народ и создать великую германскую империю, должны истребить и все другие славянские народы – поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов. Советские солдаты не позволили осуществиться этим коварным планом Гитлера. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. С обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек. Около 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, 26 тысяч орудий. В городе было сожжено и разрушено 98% зданий. Сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм. Умирая, они шептали слова «Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет!» Дорогие ребята, в сегодняшней нашей встрече мы хотели отдать дань памяти всем тем, кто отдал за нас в своей жизни. Мы хотели, чтобы вы помнили об их подвигах. Мы хотели, чтобы вы знали историю Великой Отечественной войны. Чтобы вы знали и помнили историю нашей Великой России. Великой Отечественной войны. Мне понравилась лекция тем, что там показывались все, в принципе, войны. То, что там были рукопашные бои, когда кто-то взорвал некоторые дома Сталинграда. И как русские побежали в бой. Победили над фашистами. Победили, да. Мне понравилось тем, что все-таки те люди не сдавались, а боролись до самого последнего. Эта лекция может научить любви к нашей Родине. И тому, что надо все ценить, то, что у нас имеется. Мне нравится то, что наши люди не сдавались, шли до последнего. У них был такой большой патриотизм, то, что они дошли до Берлина и захватили его. Вы будущие защитники нашего Отечества. Отечество, нашей Родины. Что для вас патриотизм, вот те чувства, которые заставили наших солдат защищать свою страну от немцев. Что для вас Родина? Это самое главное, что у нас есть в жизни. Родина – это где мы живем. Мы ее должны защищать, никому не отдавать. Родина – это святое слово для каждого человека, который любит свою страну, свою землю. Родина – это то место, где родились и жили наши предки. За что можно было легко бы отдать нашу жизнь. Потому что это дух, который нас может защитить, который нас не оставит в обиде. Но вы же будущие солдаты. Почему вы решили стать кадетами? Вот расскажите мне, почему ты пришел сюда? Мне нравится музыка. Я хотела стать военным музыкантом. Ты же не просто музыкант, ты же военный музыкант. Да. Вы же проходите военную подготовку. Да. Да, вот что нравится? Рассказывай. Мне нравится именно то, что тут очень хорошая подготовка, очень хорошие офицеры. И вот этот военный дух остается навсегда. Я поступил в музыкальный корпус, так как я узнал, что вообще музыка появилась военная для того, чтобы солдат, чтобы у них удерживался дух. Чтобы не сдавали, шли обратно к ним, для победы. Мы поступили сюда, чтобы стать еще мужественнее, чтобы защищать Родину еще лучше. Чтобы повысить свой патриотизм, во-первых, и чтобы у нас все было хорошо в стране. Я поступил в кадетский корпус, потому что я хотел стать и музыкантом, и военным. Здесь дается хорошее образование, тем более у нас идет военная подготовка, музыкальная подготовка. Родина – это одно из самых главных, что есть у человека. Почти как вторая мать. Я поступила в кадетский корпус из-за того, что я хотела стать военным, и мне нравится музыка. А тут это все вместе. Меня больше всех вдохновило то, что... Ну, вот фильм понравилось. То, что я удивился очень, когда наши солдаты горели, уже обгоревшие все, но все равно бежали. Последние у вас рожались, да? Да, вот такие были стойкие, мужественные солдаты. Им не было жалко отдать жизнь или все, что угодно ради своей Родины. Мы все кадеты. Мы обучаемся музыкальное образование и военное. То есть мы музыканты и солдаты. Мы должны, у нас был должен, ну, хороший дух быть, и мы должны уметь играть на инструментах. Мы создаем музыку, которая поддерживает дух для всех музыкантов, для всех военных. И мы не должны терять его сами. Мы не будем, там, не знаю, такими военными, но мы будем, как сказать, такими... Ну, не как вот военные все идут воевать. Мы будем... Поднимать дух. Да, поднимать дух. От своего лица и от всех своих товарищей поздравляю ветеранов, в первую очередь, которые стояли за свою Родину. Мы также хотим в будущем стать военными и хотим подчиняться и служить своей Родине. Желаю всем этим ветеранам здоровья, чтобы они еще очень долго жили, счастья, радости и мира на всей земле. Я поздравляю всех ветеранов, служащих Российской Федерации с 23 февраля, чтобы счастья им, здоровья, чтобы долго жили, особенно ветераны, так как их осталось мало. Я попрошу всех, чтобы никто не забывал этот великий день, который стал для нас великим. Желаю ветеранам долгих лет жизни, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Огромное вам спасибо, что вы постояли за нас. Мы воевали не только за настоящее время, но и за будущее. Чтобы нам было сейчас так хорошо, мы живем в мирное время. Благодаря вам спасибо огромное. Я желаю своим офицерам счастья, добра, чтобы все в жизни было хорошо, было мирное небо над головой, чтобы удача ждала их на каждом пути, чтобы не было проблем, чтобы не болели. Я поздравляю всех людей с этим знаменателем праздником 23 февраля, особенно военных людей. Я поздравляю всех ветеранов, военных, офицеров и кадетов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Маленький оркестр ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Под управлением любви. Военные музыканты Кадетского корпуса Северокавказского государственного института искусств. Равняемся. Сверху. Равняемся на право. К принятию торжественной клятвы приступить. Перед светлой памятью героических защитников Отечества, перед ветеранами вооруженных сил, перед лицом своих товарищей, перед знаменем корпуса, торжественно клянусь, настойчиво обладать знаниями, готовить к себе к службе Отечественного блага своего народа, следовать традициям воинской дружбы и товариства, закляться, воспитывать волю и характер, быть честным и дисциплинированным, дар жить честью кадетов, досточным и честью носить форму, выполнять устав кадетского корпуса. Товарищ полковник, с кадетами теперь в торжественную присягу кадетов приняли. Умножим кадетскую славу. Мы отчизне готовы служить. Кабардино-Балкария, Нальчик, Северокавказский государственный институт искусств. Здравия желаю! Вольна, садитесь. Кадетом быть? А что же это значит? А это значит родину любить. А это значит честно, бескорыстно Отечеству, любимому служить. Сегодня это мы, дети России, солнце, небо, радость, песни. Сегодня это мы. Еще раз. Сегодня это мы. Сегодня это мы. Еще один. Еще один. Еще один. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...